МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Ищут по всей стране, а задержали ачинские полицейские. Мы начинаем, мы же вас спасили, все по-человечески объяснили вам, что следователи на вас листового контроля. Подробности смотрите через минуту. Депутат Владимир Азереденко об отношении к власти и властям. У нас должны быть прямые выборы гаража. Почему ачинцам важно мнение депутата Азереденко? Чем заняться в выходной посреди недели, мы собрали в одну афишу, как провести День России в городе и не только. 20 минут рейда и уже такой улов. Это я про работу патрульно-постовой службы. Сегодня, в самый разгар рабочего дня, съемочная группа телеканала ОСА вместе с полицейскими отправилась в рейд по городу. Цель – выявление нарушителей общественного порядка. В итоге полицейские задержали мужчину, который находился в розыске. Но обо всем по порядку. В патрульно-постовой машине недоудобства. И это понятно. Отечественный УАЗ уж точно не для комфортных поездок по городу. Зато, как говорят полицейские, маневрены. Как оказалось, патрулировать мы будем не весь город, а следовать определенному маршруту. У каждого есть карточка маршрута патрулирования с определенным маршрутом. И какие правонарушения на маршруте патрулирования могут быть? А какие правонарушения могут быть? Уличные правонарушения, получается, мелкое хулиганство, распитие, появление общественного места, состояние обвинения. Ну, сейчас на убедение это курение. Ну, мы же специально их не ищем. То есть на маршруте патрулирования попадется человек, курит. То есть он видит нас, и целенаправленно курит табачьей. Многие, видя, прячут и убирают. Да, убирают. Ну, есть и неадекватные. Заезжаем в каждый двор, объезжаем школы, детские сады. Сотрудники пристально всматриваются в прохожих и рассказывают, что, например, курящий человек, который идет по тротуару вдоль дороги, не является нарушителем. А вот все те, кто курит, выпивает, ведет себя агрессивно в парках, магазинах, детских площадках, в местах массового скопления людей сразу привлекаются к ответственности. А именно к штрафам в размере от 500 до 3000 рублей. Чаще вот нарушители общественного порядка, они когда попадаются? В будни, в пятницу, в субботу, в воскресенье? Зависит от настроения людей. Праздничные дни. Праздничные, выходные дни. Как правило, народ больше всего отдыхает. На очереди парк Троицкий. Как говорят полицейские, это самое популярное место по пьяным задержаниям. Лавочки в этом парке уже давно облюбовали любители выпить с утра. Да и жало под горожан на нетрезвые посиделки местных жителей поступают часто в дежурную часть. И вот, как по заказу. Хорошо чувствуете? Да, я включаю. Вот уже? Да. Так что? Начинаете, начинаете? Нет. Для чего? Зачем? Для чего это? Мне депрессия. А ты не депрессия? Вы едете? Нет. Женщина, похожая в алкогольном опьянении, но общественный порядок не нарушает. Поэтому сотрудник полиции проводит беседу, записывает ее данные и отпускает с предупреждением. А подошедший вовремя гражданский супруг уводит отдыхающую во своясе. А вот проходящему мимо мужчине повезло меньше. Беседа и проверка документов показала, что мужчина находится в розыске. Чего началось? Мы начинаем, мы же вас спросили, все по-человечески объяснили вам, что следует ли на вас листу сторожевого контроля. Устанавливали личности граждан. Данный человек находится на сторожевом контроле за оперативниками местными. Будем доставлять. То, что такое сторожевое? Мы в розыск выставили его, получается, не появлялся на допрос, по справке вызову и так далее. То есть его сейчас добавим, доставим, видимо, в МВД Россиячинский, там передадим лицу, который его выставлял в розыск. Да в основном они попадаются, то, что пьяненькие, либо совершает правонарушение какое-нибудь, а в итоге их по базе данных смотришь, а они в розыске. Иногда они даже сами об этом не знают. Многие попадаются, что в федеральном розыске даже. Полиция доставила мужчину в отделение для выяснения всех обстоятельств. А мы подведем итог. В разгар рабочего дня патруль других нарушителей не нашел. То ли они там искали, то ли ачинцы стали более ответственными. Наталья Солдовникова, Ансуканов, новости телеканала АСА. Сегодня есть мощное противодействие мне. Вот это мощное противодействие всегда заставляет меня двигаться. Потому что, вы понимаете, вот не пойди против, они посчитают это за слабость. А я все-таки, ну вот я по-хорошему просто считаю, просто мужик Ачинский. Поэтому, ну придется мне дальше идти. Накануне депутат Владимир Азереденко общался с ачинцами на прямой линии. И это ответ на вопрос. Пойдет ли он снова на выборы в Горсовет, которые состоятся в 2020 году. Иду дальше, не останавливаюсь, сказал Азереденко. Высказался народный избранник и о новом порядке в Горсовете. Теперь депутатам по регламенту запрещено задавать вопросы, если их нет в повестке. Так, по мнению Азереденко, они лишаются возможности оперативно помогать ачинцам в их проблемах. Например, Игорь Чувгаев на недавней комиссии поднимал тему стихийных свалок у себя на округе. Депутат предложил кардинально бороться с бедой, а не тратить миллионы бюджетных денег на еженедельную их уборку. Вопрос обещали рассмотреть. Когда-нибудь. Азереденко не согласен с такой неповоротливостью власти. Вот эти комиссии, на мой взгляд, маленько формализованы именно из-за того, что мы не можем приходить и задавать те вопросы, которые сегодня актуальны для города. Это начинается. Вот вы видели последнее Чувгаева Игоря Николаевича. Он внес вопрос, а рассмотрим мы его через два месяца. Может быть, уже и вопрос актуальный не будет. И еще о власти. Вопрос от телеканала ОСА. Был ли в истории Ачинска руководитель, при котором город реально развивался? Вот ответ депутата Азереденко. Ну, это мое детство. Это Чайковский Владимир Михайлович. Я знаком с ним был лично. Очень хорошо знаком. Мы с сыном одноклассники. Я бывал в доме у него. Это, ну, таких руководителей сейчас нет. Он, во-первых, внутри такой был аскет. Не, да, очень человек. Даже выглядящий по-другому. И с утра до ночи жил и работал городом. Для него работа была все. Но сегодня маленько мы живем в другой стране. Вот он был человек, и он был от народа. И к нему прийти было легко. И у него бывали такие моменты, когда брал, он булку, хлеб, разламывал и по голове Захарова бил. Не Николая Геннадьевича, а другого. Потому что хлеб выпекли так. Ну, вот такое было. Ну, решай, повтори, Владимир Михайлович. Ну, хорошее-то почему нет-то? Почему? Я не имею в виду буквально бить булкой там, пожалуйста. Я могу ответить на этот вопрос. У нас должны быть прямые выборы горожан. Я эти выборы отстаивал. Я считаю, мы, страна, сделали шаг назад. Не мы, не жители это приняли, а правящая партия. Они приняли и протащили это решение. Также отчинцы спрашивали про межевание земель в авиаторе, переезд ступдиспансера в здание Авату. Жаловались на отсутствие колонок. Уже сегодня депутат отправил запросы. Все ответы адресаты получат лично. Также они прозвучат в новостях телеканала ОСА. Наталья Сусанина, Иван Цуканов, телеканал ОСА. Традиционная рубрика «Афиша», но не сейчас, а через несколько минут. Не переключайтесь. Сум, одежда и обувь для всей семьи. Сэкономить можно, делая покупки в одном месте. Скишите скидки до 50%. ТК-ЦУ бывшая обувная фабрика. Золото 585 в салонах Аурум. Это всегда большой выбор, низкие цены и выгодные условия обмена. Порадуй себя и близких. Ждем вас по адресам торговый центр «Причулымьи» центральный вход и гипермаркет «Алея» первый этаж. Сеть губернских аптек «Аптека номер 360» предлагает большой ассортимент качественных солнцезащитных очков и средств по уходу за кожей для детей и взрослых. Опытные специалисты помогут подобрать солнцезащитную косметику именно для вас. Ждем вас по адресу Свердлова, 19. Торговый дом «Эконом». Прихожая 4,700. Внимание! Скидка до 20% на всю корпусную мебель в наличии. Торговый дом «Эконом». Улица 9 января, 10. Партнер летнего опроса – магазин низких цен «Светофор». Всем здравствуйте! Погода сегодня такая не летняя, но все-таки телеканал «Осса» решил запустить летний опрос. Тема его простая. Мы будем находить людей на улице, задавать им вопросы. Иногда вопросы будут каверзами. Их задача – ответить быстро и то, что им первое придет в голову. Сегодня мы стартуем с такой темы, как День России. Потому что уже завтра, 12 июня, отмечается государственный праздник Российской Федерации. Впервые его начали отмечать в 1992 году. С большими концертами, с размахом, с песнями и плясками. Ну, а вопрос сегодня у нас звучит так. Назовите по порядку расположение цветов на флаге Российской Федерации. Белый, синий, красный. Синий, белый, желтый. Все переписала. Так, белый, синий, красный. Красный. По порядку думай, думай. Красный. Еще раз по порядку. Белый. Синий, красный. А помимо флага Российской Федерации, какие еще символы России ты знаешь? Герб. Так, и еще? Еще есть. Подумай. Ну, знак какой-то России. А, гимн. Молодец. Ну, звезда, наверное, все-таки осталась. Символы. Символы. Россия. Медведь. Что за дерево? Нет. Ну, у нас, по-моему, гимн есть, эта песенка. Так, и? И что? И что? Герб. Молодец. И все-таки радостно, что наша молодежь является патриотами России. Сразу без промедления назвали расположение цветов на российском флаге. А вот символами чуть-чуть хромает. Не смогли сразу ответить, какие еще символы помимо флага они знают. Ну, и также скажу, что летний опрос был создан при поддержке магазина «Светофор». Давайте дальше пойдем и поспрашиваем народ, что они знают о флаге Российской Федерации. Белый, синий, красный. Синий, белый, красный. Уверены? Белый, красный. Ну, Галера. Белый, синий, красный. Молодец. Белый, синий, красный. Отлично. Зачем? Что они означают? Да. Ладно. Если в народе, небо, вода, огонь. А уже вторая версия, это независимость, это Елена Николаевна. А красный? Нет. Цвет снята, цвет революции, цвет социализма, цвет коммунизма. Еще что это? Ведь Родина у всех у нас одна и от души желаем в этот праздник пусть расцветает любимая страна. И станет жить счастливой и прекрасней. Зеленый свет низким ценам. Лейка 8 литров 97,90. Крышки металлические для консервирования. Стеклобанка 500 миллилитров, 9 рублей 70 копеек. Магазин «Светофор». Улица Дежинского, 32-Б. Лето вроде только началось, а у управляющих компаний уже вовсю идет работа по подготовке домов к новому отопительному сезону. Как все проходит и с какими трудностями приходится сталкиваться, рассказали специалисты Центра управления многоквартирными домами. Вод подключен к системе, видите? Воздух, вода холодная с дома. Сейчас давление набрал определенное, отключился. Сейчас происходит завихрение потоков воды и воздуха. И начинается гидропромывка стояков отопления. Грязная вода сбрасывается в систему канализации. А новая заливается? Да, новая заливается, видите, с холодной водой заливается. С ХВС питьевая. А для чего это делается? Для промывки стояков отопления на следующий отопительный сезон. Завихрениями этим мы чистим стояки отопления и приборы отопления. От чего чистить? От грязи, потому что попадает грязь все равно. Это не справляется. Грязевики все равно, какое-то количество грязи попадает по стоякам. Мы промываем стояки на следующий отопительный сезон, чтобы грело все постоянно и приборы отопления чистые были. Промывка труб – это обязательное условие для полноценной работы всей системы отопления. Такой чистке подвергаются абсолютно все дома в городе. На данный момент промыли трубы уже в 80 жилых многоквартирных домах. Если этого не делать год, два, три… Забьются стояки, и все, и концевые стояки вообще забиваются у нас. И потом просто-напросто останавливается стояк в отопительный сезон. Все, и не греет ни приборы, ни отопления, ни стояки. Это обязательная у нас программа про промывки, гидропромывки. На промывку труб в одном доме уходит целый день. В среднем – 8 часов. Жильцов предупреждают заранее, чтобы проверяли батареи, стояки и запорную арматуру на протекание и целостность. Это компрессор. Сейчас определенное давление наберет и включится опять. Отключится, включается. То есть он вакуумом в воду, да? Да, да, да. Получается вихревой поток вместе с воздухом и с водой. И вся эта грязь за вихрениями уходит. Вот вы смотрели же там, систему канализации. Вот сейчас она накачает, ну, чтобы понятно было. И все, и пошла вода. Все у меня с этого спопало, у меня, у меня, у меня попало. Все, по пуху видно было. Вот вы более-менее вода. Вот сейчас контрольная вода, она вот еще раз закачает, и все, и уже видно, что на чистая вода пошла. Переходим на другую часть. До конца лета, а это за две недели до отопительного сезона, специалисты должны управиться. Впереди еще порядка 150 домов, которые нужно подготовить к зиме. Этого времени, как говорят специалисты, вполне хватит. Помимо промывки труб отопления, управляющая компания занимается и другими, не менее важными работами. Ну, в настоящее время, в связи с тем, что у нас погодно-букетный сезон очень короткий в Сибири, поэтому подготовка к работе в новый отопительный период 2019-2020, как, впрочем, и ежегодно, производится в усиленном режиме. В настоящее время в две смены ведутся работы по ремонту кровель, ремонту межпанельных швов, производится замена трубопроводов из опорной арматуры холодного и горячего водоснабжения и отопления, замена трубопроводов КНС при необходимости с прилегающим выпуском на придомовых территориях. Производится в плане благоустройства тоже вопросы решаются оперативно. То есть, здесь в плане ремонт отмосток, ямочные ремонты, покраски малых форм, завоз песка, завоз земли. Кстати, мы уже это все закончили. То есть, как видно, уже вот все, как бы, песочница, песочница, полные песка. Ну и, в общем-то, при необходимости работаем две смены подрядчики. У нас все в подрядных организациях, так что работаем. Главный инженер Центра управления МКД добавляет, что все, что происходит или не происходит с вашим домом, зависит от самих жильцов. При любых неясностях, поломках, жалобах и спорных ситуациях обращаться нужно сразу в свою управляющую компанию. Все контакты на информационном листе в каждом доме. Наталья Солодовник, Иван Цуканов, новости телеканала АСА. Число кошек и собак в доме или квартире предлагают рассчитывать, исходя из количества квадратных метров жилплощади. Это предложение одного из комитетов Совета Федерации. Еще инициаторы выступают за учет и регистрацию домашних питомцев. Для нарушителей правил содержания и ветеринарии должна быть административная ответственность. Из предложения неясно, кто и как будет контролировать хозяев котов и собак. 209 смертей от рака на 100 тысяч населения. Такие данные приводит служба по надзору за здравоохранением. Это превысило плановую норму почти на 9%. Плановые показатели устанавливаются по сравнению с прошлыми годами, чтобы выстроить систему работы учреждений и узнать, насколько снизились реальные показатели смертности. Росздравнадзор провел несколько проверок государственных и частных учреждений здравоохранения. И по итогам проверки выяснилось, что обращение и лечение онкологических больных в Красноярском крае проходят с нарушениями. Очень часто таким больным приходится ждать консультации у врача не 14 дней, как предписывает закон, а больше. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ, сбивший насмерть косулю, возместит ущерб за гибель краснокнижного животного. Видео ДТП накануне появилось в соцсетях. Снял его, похоже, сам виновник аварии. Он же обратился в ГИБДД. Все произошло на трассе в Назарово. По словам охотоведа Василия Вершкова, сумму ущерба должно посчитать Министерство экологии. Как правило, возмещают его виновники подобных аварий через страховые компании. Как говорит Вершков, на его памяти водители сбивали и лосей, и моралов. Вачинский техникум нефти и газа требуется Мастер производственного обучения, сварщик, преподаватель информатики, английского языка. Телефон 6-32-12. Компания Синт представляет Новые тарифы. Новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Газета «Новая причулымка» продолжает подписку на второе полугодие 2019 года. Адреса на экране. Телефон отдела доставки 76641. Ой, Ачинсы, все-таки я люблю, когда в будничную неделю у нас выпадает один выходной. А все потому, что завтра вместе с вами мы отпразднуем государственный праздник, День России. Ну и по традиции в выходной день для вас делаем маленькую миниатюрную афишу. Куда сходить и на что посмотреть. Поехали! Все мероприятия начнутся в час дня на футбольном поле на стадионе «Олимп». В борьбе за мяч найдутся две футбольные команды. Это «Нефтяник» и футбольный клуб «Ачинск». Так что, если футбол – это ваша игра, приходите поддержать ваши любимые команды. Вход на стадион бесплатный. Поехали дальше! Но уже в 15.00 здесь, под открытым небом, в сквере Мезалурга, в 15.00 Красноярский камерный оркестр даст концерт под управлением великого дирижера Михаила Бенюмова. Музыкальный коллектив широко известен не только в пределах Красноярского края России, но и за рубежом. Классическая музыка – это музыка души. Она никогда не потеряет актуальность. Но это еще не все. Здесь же в 5 вечера в сквере Металургов на смену скрипка придут духовые инструменты. Продолжим музыкальную программу в сквере Металургов духовой оркестр из Ачинского гор ДК. Ну а если не хотите праздновать это мероприятие в городе, то отправляйтесь в поселок Ключи, что находится в 12 километров от Ачинска. В рамках празднования Дня России на площади будут интерактивные площадки для детей и взрослых, спортивные соревнования, концерты и ярмарки. Приезжайте и воздухом свежим подышите, и колоритом деревенским проникнетесь. Начало праздничной программы в 12 часов дня. А вот в Назарово завтра будут праздновать не только День России, но и День города. Так что успевайте устроить себе маленький праздник и приезжайте на праздник к соседям. Основные мероприятия развернутся на центральной площади города и в детском парке «Радуга». Весь день до позднего вечера госей праздника ждут концерты, ярмарки, выставки и аквагрим. Начнется все в 12 часов дня, так что успевайте выспаться. Но еще можно сходить в кино, потому что завтра стартует новая киноновинка «Люди в черном Интернешнл». Это четвертая часть фантастической комедии о пришельцах. Одно из главных ролей, кстати, в фильме исполняет красавчик Крис Хемсворд. Большезвестен как Тор из комиксов Марвела. Стоимость билетов и информацию о сеансах узнавайте по телефону 4-20-20 или 2-33-02. Предлагаешь мне поиграть с самым мощным оружием во вселенной? Ага, жми и давай. Может, оно браковано? Ну, а часы на этом все. Вот такую маленькую миниатюрную, но полезную афишу мы для вас приготовили. И хочу сказать, не сильно не гуляйте, ведь в четверг на работу. Ну, а мы желаем вам хорошо провести День России не только в Ачинске, но и за пределами нашего города. Всем удачи и респект вам во всем. Здравствуйте, я Наталья Солодовник. Привет, я Анна Ахметова, мы журналисты телеканала ОСА. Совсем скоро телеканал ОСА запускает летние конкурсы для тех, кто наблюдает за нами в соцсетях и для тех, кто смотрит нас только по телевизору. Самое важное активно участвовать и, конечно, побеждать победителя будем определять каждую пятницу. Каждую пятницу именно вы сможете получить сувениры или подарки от телеканала ОСА сейчас. Поподробнее расскажем о некоторых конкурсах. Итак, первый конкурс для тех, кто смотрит нас только по телевизору. Условия здесь очень просты. Внимательно смотреть выпуск новостей в 20.00. Каждый день на протяжении всего выпуска в эфире будут появляться, скажем, буквы, из которых нужно собрать слово. Ответ мы ждем по СМС на номер 8902-911-1465 до 21.00. Важно, ответы только по СМС и до 9 вечера. Кто соберет наибольшее количество слов за неделю, тот и становится победителем. Кстати, сейчас успели собрать слово? Конкурс номер 2 для подписчиков в Инстаграм. Тут главное быть активным и следить за нашими публикациями и сторис. Каждый день вас будет ждать блок вопросов на совершенно разную тематику. Отвечать нужно быстро и сразу в директ или в комментариях. В зависимости от условий конкурса, кто за неделю соберет максимальное количество правильных ответов, тот и победитель. Ну а если вы не хотите играть и угадывать ответы, тогда следующий конкурс точно для вас. Лучшая новость от подписчиков ВКонтакте или Инстаграм. Это третий, следующий конкурс. Есть что рассказать и чем поделиться. Городские наблюдения и новости, происшествия или события. Хотите предложить тему новостного сюжета? Тогда просто позвоните нам или напишите ВКонтакте или Инстаграм. Еще можно рассказать о том, чем хочется по номеру 577-55. В общем, смотрите новости телеканала ОСА, участвуйте в конкурсах и получайте приятные подарки. Следите за новостями и не пропустите самое интересное. Дерзайте! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok